И вот эту тему, а также многие другие аспекты мы сейчас обсудим с Татьяной Ивановой, экс-членом украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Доброе утро, Татьяна. Татьяну, приветствуем. Рады вас видеть. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, Татьяна, вот история с российскими паспортами на временно оккупированных территориях. Это сейчас одна из краеугольных целей российской власти, да, заставить украинцев получить эти самые корочки. Да, проблема сейчас с этим там существует, потому что те, кто хотел получить добровольно, они на протяжении там 8-9 уже практически лет получили уже давным-давно добровольно паспорта. А вот те, кто сейчас находится на оккупированной территории без российских паспортов, это наши граждане Украины, которые категорически не хотят их получать. И у которых была возможность как-то выжить это время. Это не пенсионеры, не те, кто нуждается в средствах, потому что не может заработать, там малообеспеченные люди. Они, в общем-то, тоже не хотели получать, но вынужденно их получали. Но есть категория людей, которые могли заработать деньги даже на оккупированной территории, извиняюсь, и они не нуждались в получении российского паспорта. И вот сейчас они пытаются именно такую категорию людей заставить получить паспорта. И пытаются они это сделать разными способами. Ну, во-первых, ограничивают их передвижение. Во-вторых, даже в больницах на оккупированной территории они сейчас отказываются принимать людей, если у человека нет российского паспорта. И сделать операцию, либо какие-то медицинские процедуры в больнице Донбасса практически невозможно, если у тебя нет российского паспорта. Но там тяжело даже с российским паспортом обычному гражданину получить медицинскую помощь, потому что нет и медикаментов, нет и медперсонала, и нет мест, потому что в основном принимают военнослужащих российских. Но если у тебя есть российский паспорт, у тебя хотя бы есть шанс, а вот если его нет, то практически шанса получить медицинскую помощь нет. Вот такими разными способами. На работу не принимают, ты не устроишься. Еще разными другими способами они пытаются, граждан, которые еще не имеют паспортов, не оформишь машину, не оформишь ребенка в садик. Ну, то есть много там ограничений, которые они сейчас сделали, они пытаются заставить, чтобы граждане Украины получили российские паспорта. Даже те, которые ждут Украину и не хотят получить. Татьяна, скажите, пожалуйста, какая сейчас основная задача стоит перед гауляйтерами на временно оккупированных территориях? Ну, то есть какую роль они исполняют сейчас? Зачем они нужны оккупационным властям? Ну, задачи у них две. Первая задача, она у них личная, это удержаться на этой должности. Они понимают, что кресло под всеми шатается. Это их первая задача. И основная, я бы сказала, для каждого личная. А задача, которая не для них, а задача, которая для российских властей, это вторая задача, это все-таки найти, удержать их там, пока они не нашли им какую-то замену. Замену найти крайне сложно. Потому что если раньше в руководители администрации, каких-то государственных бывших предприятий, территориальный громад стояла очередь, то сейчас этой очереди давно уже нет. Во-первых, многих нет в живых. Во-вторых, они боятся за свою жизнь для того, чтобы идти на такие должности. Потому что особенно на той территории, которая была оккупирована уже после 24 февраля, мы знаем много случаев, когда наши партизаны, гаулярты, их взрывают, и убивают, и много разных неприятных событий с ними происходит. Ну, а в-третьих, и население-то там значительно уменьшилось за это время, и поэтому найти замену тоже не так просто. Поэтому задачи две. Ну, еще задачу, которую ставят перед гауляртерами, извиняюсь, русские, российские власти, они пытаются сделать такую искусственную картинку, что мы работаем над благополучием, и на улучшение благополучия жизни людей, которые остались на оккупированных территориях. Это у них основная задача. Вот показывать такую картинку, рассказывать планы, рассказывать о красивом, светлом будущем, удержать как-то людей на этих территориях. Татьяна, вот насчет картинки, вы это очень точно, четко подметили. Картинку Путин любит создавать, умеет излагать красивые речи, хотя и не очень убедительные, мягко говоря, относительно своего видения геополитики и так далее. А правда другая. Вот во временно оккупированном украинском Донецке, например, ужасающая ситуация, насколько мы знаем, с вывозом мусора. Город практически утопает в нем. Давайте более детально расскажем, что сейчас происходит во временно оккупированном Донецке, как там живется людям, какие основные проблемы сейчас. Ситуация во временно оккупированном Донецке продолжает ухудшаться. Единственное, в чем сейчас полегчает людям, которые в Донецке, но это никак не зависит от российских властей, так это то, что пришла весна, и проблемы с отоплением уже отпали. Вот это единственное облегчение, которое будет, но это облегчение, которое дает нашим гражданам Украины природа, а уж никак не российские власти. А в остальном проблемы только усугубляются, потому что они долго рассказывают о том, как они ведут новый водопровод, строят его там Дон-Донбасс, и рассказывали, как они его запустят в начале в прошлом году, потом они обещали в этом году его, там то к февралю, то к марту запустить. Сейчас эти сроки опять отодвигаются. И с водой катастрофическая ситуация в Донецке, потому что есть районы, в которых воды нет вообще, есть районы, где дается там по два часа несколько раз в неделю, есть районы, где только привозная вода, и даже в тех районах, где вода есть, она тоже есть не на постоянной основе. С вывозом мусора ситуация тоже катастрофическая. Катастрофическая ситуация с поставкой товара, медикаментов и вещей первой необходимости, потому что логистику исполнять некому, мужчин, которые могли бы сесть за руль, в Донецке практически не осталось. Я вот как-то зимой разговаривала, это было еще зимой, разговаривала с жителями Донецка, они мне говорили, что ситуация настолько катастрофическая с тем, что нет мужского населения, что даже на СТО лобовые стекла на машины меняют женщины. Вот такая приблизительная ситуация. Поэтому поставлять, делать поставки в Донецк некому. Технических работников, которые могли починить, краны, которые текут, прорванные трубы там, и много всего, и другого тоже нет. Коммунальных услуг надлежащих нет. Медикаментов, и чтобы получить нормальную медицинскую помощь, практически невозможно. Ситуация продолжает только ухудшаться, и если мы зимой говорили, что она очень сложная, то сейчас к весне она стала еще более критичной, потому что часть людей продолжает все-таки выезжать. И те, кто не могут выехать в Украину, а сейчас это практически невозможно, напрямую выехать в Украину, продолжают выезжать в Российскую Федерацию, а оттуда уже перебираться, кто там в Казахстан, кто в Прибалтику, кто в Европу, кто в Украину, ну кто куда. Поэтому вот жить там все сложнее и сложнее. Еще сложнее ситуация на тех территориях, которые вот только недавно перешли под оккупацию. Это территории, которые практически у линии фронта или за линией фронта, потому что там еще и страшная разруха, там шли бои, и никто не занимается никаким восстановлением, там нету там ни почты, ни интернета, ни телефонов, ни медицинской помощи. Там нет вообще никакой связи у людей. Люди даже не могут вызвать скорую помощь, не говоря о том, чтобы получить какие-то другие необходимые для себя коммунальные услуги, либо вещи, либо вот условия для жизни. Очередное подтверждение того, что российские власти прекрасно умеют только лгать. Причем как своим собственным гражданам, так и на временно оккупированных территориях украинским гражданам, тем, которые когда-то еще верили в то, что русский мир может принести что-то лучшее. Ну что ж, времена меняются, получили доказательства того, что русский мир это сплошной фейк. К сожалению, такой ценой. Татьяна Иванова, экс-член украинской делегации трехсторонней контактной группы по Донбассу. Продолжение следует...